Приветствую вас, уважаемые зрители, читатели, слушатели. Фантастика так тесно связана с развитием космической технологии, что речь пойдет о том, как общественные процессы, политика и развитие космонавтики и ракетостроения влияли на развитие фантастической ледиатуры в Советском Союзе, и как она, в свою очередь, тоже влияла в каком-то смысле на развитие этих процессов. Это действительно двухсторонний процесс, потому что, с одной стороны, многие читатели фантастики потом становятся деятелями космонавтики, становятся инженерами, космонавтами, проектировщиками. Об этом рассказывают многие из них, что и частый путь в космонавтику, в ракетостроение начинался с того, что они прочитали, например, Жюля Верна и каких-то других именей, и, может быть, знаменитых авторов. Это был передолчок. Потом эти люди, вдохновленные литературой, приходят в технику, в науку, в политику, начинают ее формировать, создают ее. И потом то, что они создали, те научные разработки, те конструкторские идеи, которые они воплощают, начинают уже влиять на художественную литературу фантастическую. Потому что эти идеи, во-первых, воплощаются в научные монографии, в научно-популярные статьи. Так происходило в 20 веке, когда не было интернета. И эти, в свою очередь, статьи берутся на вооружение писателями, работающими в жанре фантастики. Такой двухсторонний процесс. И примеров можно привести на эту тему достаточно много. Вот мы возьмем книгу Юрия Гагарина «Дорога в космос». Она издавалась многократно. Это первое издание 1961 года. То есть вышло сразу после полета. И что же рассказывает Юрий Гагарин о том, что он делал в том числе в 1957 году? В 1957 году Юрий Гагарин служил в авиации. И вот он пишет. Ну вот. Пример, как будущий первый человек в космосе читает фантастическое произведение, которое вышло из света «Туман с Абдромеды» знаменитой Ивана Ефремова. Вышло символически именно в 1957 году, когда полетел первый спутник советский в небо. Опять же, в многочисленных интервью, которые давал Юрий Гагарин, он однажды рассказывал, как ему запомнился журнал «Знание и сила», с великом посвященный теме освоения планет Солнечной системы, где выступали со своими мнениями различные ученые, астрономы, инженеры. Это на него очень привело вдохновляющее впечатление. Может быть, был одним из тех толчков, которые двигали его в сторону будущей его космической деятельности. Но то, что юбилей Юлии Гагарина отмечается в этом году, это широко известно. Это действительно очень крупная дата. Но в связи с ней можно вспомнить несколько менее громких дат, связанных с фантастической литературой. Однажды, перебирая своих любимых писателей, которых я читал в детстве, еще в прошлом тысячелетии, я обратил внимание, что в 1906 году, осенью, родились сразу трое из них, очень мне любимых в школьные годы. У них у всех в этом году, осенью этого года, исполняется 115-летие. Не очень круглый юбилей. Мы смотрим, в 1906 году, 2 сентября, по новому стилю, родился Александр Петрович Казанцев, автор романа «Пылающий остров» и «Файты». 14 сентября родился Латов, тоже замечательный фантастик, который подмислял космических вещей, но его архипелаг «Исчезающих островов» был не очень памятен. 15 октября родился Георгий Мартынов, автор многих именно космических, фантастических романов. Что интересно, если брать календарь по старому стилю, то в конце этого же 1906 года, 30 декабря, родился Сергей Павлович Королев. Ну, правда, учитывая, что у нас стиль новый, он родился уже не в шестом, а, как считается, 12 января 1907 года. И юбилеев, в общем, небольших можно найти при желании много, причем юбилеев именно связанных с космической тематикой, с темой фантастики. Например, не только писатели могли бы отметить определенные юбилеи в этом году, но и историки фантастики. Дело в том, что мы много знаем исследователей литературы, которые изучают Тургенева, Толстого и так далее, но не так много было людей, которые профессионально занимались историей фантастики. Не говоря о том, что и фантастики были периоды, когда рейтинг у нее, если так можно врыться, в сознании, в научном сообществе был невысок. Считалось, что заниматься фантастикой – это просто массовая литература, что на ней диссертацию разве сделаешь? Были люди, которые именно так сделали на ней диссертацию, стали великолепными знатоками этого жанра. И вот в 1926 году, то есть 95 лет назад, 1 февраля, родился Анатолий Федорович Бритиков, которого считают крупнейшим знатоком истории фантастики, и в частности советской фантастики. Его книга, посвященная истории советской фантастики, вышла в 1970 году, то есть более 50 лет назад. И он, что интересно, поучаствовал в коллективных трудах, посвященных истории русской советской литературы. Хотя многие из таких трудов не включали глав посвященных фантастике, но вот в этом двухтомнике, выпущенном в 1965 году Институтом русской литературы, в котором Анатолий Бритиков работал, там была глава фантастических произведений в советской литературе, и именно эту главу написал Анатолий Бритиков. Его поворот к фантастике выглядел несколько неожиданным, потому что начинал он свою деятельность, как литературе исследователей, с Шолохова. Шолохов, признанный советский классик, на котором топталось огромное количество авторов, писавших один и тот же диссертат. То есть это был ход достаточно банальный. И вдруг, вот он, защитив диссертацию кандидатскую о Шолохове, делает поворот своей биографии, и уже вот в районе 40 лет ему было в тот момент, начинает активно заниматься фантастикой. Вернее, интересовался он, вероятно, вероятно, раньше. Но вот писать о ней стал он именно в 60-х годах, и итогом была книга, высшая в 70-м году. Вот. Он не успел стать доктором наук, хотя, наверное, мог бы. А уже после его смерти, скончался он только 25 лет назад, в 1996 году, после его смерти небольшим тиражом вышла вторая его книга, вот сборник его статей. Ну, а в 2005 году вышел двухтомник, который представляет собой переиздание этих работ, которые до сих пор являются превосходным образцом. Очень глубокий анализ, потому что это было дело, написанное не по казенной надобности. Бритиков действительно очень любил этот жанр. Его познания, как рассказывают современники, были совершенно безразмерны. На 10 лет раньше родился другой человек, оставивший след в изучении фантастики, Евгений Павлович Брандис. Он родился в 1916 году. А известен он был в основном, и как раз на эту тему ушло несколько книг, как исследователь творчества одного из основателей научной фантастики, Жюля Верна, французского писателя 19 века. Так вот, посмотрев на его биографию в интернете, я с удивлением увидел, что Евгений Павлович Брандис имеет отношение к нашему Ивановскому краю. Там было сказано, что он учился в школе в городе Шуи в 1923-1928 годах, то есть, когда он еще был крайне мал, когда ему было не более 12 лет. Впоследствии он переехал с семьей в Ленинград, и там уже заканчивал школу, и дальнейшая его биография была связана именно с нашей северной столицей. Но, упомянув о связи Евгения Павловича Брандиса с нашей землей, хочется назвать еще несколько человек, которые имеют отношение к фантастической литературе, и которые имеют отношение к нашему краю. Потому что, как Ивановская область участвует во всем, что происходит в истории России, так и, естественно, не могла она не участвовать и в процессе развития фантастической литературы отечественной, но и изучения ее. В 1916 году, то есть, в том же самом году, когда Евгений Брандис родился, родился один из значительных фантастов Ивановских, Виталий Мелентьев. Виталий Мелентьев не был уроженцем Ивановской области, и когда он демобилизовался, то в 50-х годах он переехал на жизнь в город Иваново и здесь оставался около двух десятилетий. Вот здесь, именно когда он жил в Иванове, он написал знаменитую подростковую трилогию фантастическую, которая была первой фантастической литературой, которая вообще попала мне в руки в моей жизни. Я даже не знал, что он имеет отношение к Иванову, потому что, естественно, я думаю, что такие интересные вещи пишутся исключительно, где-нибудь далеко в Москве или в Ленинграде. Но оказалось, что значительная часть жизни прошла его здесь. У нас есть свой историк фантастики, это Валерий Акулов. То есть, к сожалению, был историк фантастики Валерий Акулов. Ему в прошлом году могло бы исполниться 70 лет, со дня рождения, поскольку родился он в 1950 году, но, к сожалению, он пять лет назад, в 2016 году, он скончался. Валерий Акулов писал фантастические произведения тоже, но мне кажется, что его более важным вкладом оказалась его работа именно как историка фантастики. Вот он выпустил ряд книг, альманахов, где были посвящены его критические работы, обозрения, посвященные фантастике. Но вот эта книга, которая называется «Фантазии ситцевого края», особенно интересна. Это была попытка антологии составить сборник произведений, написанных ивановцами, в разные годы, от начала, но до, в общем, современности, то есть до начала 21-го. И мы здесь видим, что фантастику писали в разной степени, то есть касались этого жанра разные люди, которых фантастами никто не называет. Здесь мы видим и одного из первых поэтов города Ивана Ванзинска, Михаила Артамонова, знаменитого Константина Бальмонта, враженца нашего Шуйского уезда, который писал в самых разных жанрах, но вот его поэзии нашли стихотворение под названием «Марс и лунные гости». Естественно, фантастика это даже не обязательно космическая, это может быть мистическая фантастика, или гротеская, или сатирическая. Но вот здесь же помещен очень интересный опыт футурологической фантастики, который назывался «Чудо грешного Петерима». То есть попытка изобразить Иваново Ванзинска в нашем столе. То есть спустя сто лет, поскольку она приелась в 1925 году. И здесь мы видим Анну Баркову, которая известную нашу землячку, которая тоже очень известный поэт, но тоже никто бы не зачислил бы ее в ряды фантастов. Это рассказ ее «Стальной муж». Этот же рассказ был помещен гораздо ранее, вот в 1989 году, в Альманахе «Дорогами приключений» называется. Это Альманах, выпущенный в 1989 году, в Новосибирске. В тот момент открытие наследия Анны Барковой только еще начиналось, и о ней составители вряд ли много знали, но вот они нашли этот рассказ в старых публикациях и поместили его в антологию. Это пример того, что фантастика – это и есть литературный прием, который может применять самые разные авторы, которые не находятся в рамках вот только определенного жанра. Фантастику можем найти почти у всех крупных или значительных писателей в разной степени. Разве Пушкин не можно причислить к одного из основателей русского фэнтези, если взять его Руслана и Людмилу? А его «Пиковая дама» – это своего рода мистическая фантастика. Ну, Булгаков, которого, опять же, чистят в классике несомненный фантаст, тут и собачье сердце, и роковые яйца, и, конечно, разумеется, и мастер Маргарита. Так вот, говоря об истории фантастики, связанной с Ивановским краем, нужно еще назвать еще одного человека – это Владимир Комиссаров. Это здравствующий и ныне историк, который занимается историей фантастической литературы. Вот, например, его книга, которая называется «Научно-фантастическая литература в жизни советской интеллигенции в 40-е-80-е годы. Некоторые социальные и исторические аспекты». Эта книга вышла в 2010 году. Он защитил диссертацию, но вот в 2016 году, которую называла «Советская интеллигенция в сфере научной фантастики». Ну, откроем, у него на эту тему же здесь много статей и монографий. Правда, Владимир Комиссаров не является юбилеером этого года. Не является юбилеером еще один человек, чья деятельность вышла далеко, конечно, за рамки областной. Это Антон Первушин. Про Антона Первушина известно, что он родился в 1970 году в Иванове. Так написано в его биографиях. Но, видимо, это единственное, почти что связывает его с Ивановым, потому что школу он кончал уже совсем в другом городе, и вся его литературная деятельность в буквальном смысле с Ивановым никак не связана. Первушин в настоящее время является одним из самых известных популяризаторов и авторов, пишущих об истории космонавтов. Вот здесь, например, в частности у меня в руках его книга, которая называется «Последний космический шанс. Зачем землянам чужие миры?» Вообще, из книг Антона Первушина я почерпал много интересных мыслей по поводу развития не только космонавтики, но в том числе у него, как у писателя-фантаста, постоянно здесь проскакивают разные рассуждения, касающиеся функции фантастик и литературы. И вот здесь немало материалов посвящено о том, как взаимодействует литературный процесс и научное развитие космонавтики, инженерной мысли и так далее. Первушин пишет, что потом, уже позднее, к концу века, сформлялось такое представление, что, например, советское правительство постоянно думало о космосе, постоянно мечтало о его завоевании, постоянно вело разработки в этом направлении. И что выход в космос напрямую был связан, во-первых, с коммунистической системой, которая существовала в нашей стране, и в результате был неустанных забот партии и правительства на эту тему. Но Антон Перушин с этим спорит, и весьма существенно. Он замечает такую вещь, что на самом деле космонавтика, в общем, всю первую половину 20 века, была уделом одиночек, отодвинутых в сторону от главных научно-технических и политических процессов, они мечтали о покорении планет, о полетах на Луну, на Марс, на Венеру, составляли чертежи, писали проекты, выпускали книги, выступали с лекциями. Но часто они так и оставались вне сферы деятельности главных структур, потому что космонавтика не может быть делом частным, как иногда забавно можно почитать в старых книгах, когда космический корабль строится где-то на заднем дворе, и оттуда взлетает и создается он только с помощью небольшого коллектива рабочих. Космонавтика весьма затратное дело, которое под силу очень крупным компаниям, поддерживаемым государством или самим государством, как это занимался Советский Сенг. Другое дело, что, естественно, чем занимались государства, СССР и Германия, например, они занимались развитием ракетной техники. Но эта ракетная техника не была направлена в своем первоначальном основном направлении на то, чтобы летать в космос, в смысле освоения планеты или освоения, так сказать, космического пространства. Нет, эти ракеты были направлены на военные цели. А если взять вообще 20-й век, который весь был наполнен военными столкновениями, как, в общем, и любой век, но в 20-м веке они были особенно разрушительны, две мировые войны, которые фактически были одной мировой войной с таким довольно длинным антрактом, поскольку через спустя 20 лет те же державы сцепились в том же почти составе. Опять Германия против России, опять Англия и Франция против Германии и так далее. И поэтому развитие вооружений в 20-м веке уделялось первостепенное значение. Туда шли огромные финансовые средства. И, например, Германия не могла после поражения в Первой мировой войне развивать авиацию и какие-то другие традиционные формы вооружений, поэтому, вероятно, она и бросилась развивать именно ракетную технику, на которой запрет Версальского мира не распространялся. И ракетную технику старались развивать и у нас в СССР. Но, опять же, мечтания космоса были в головах конструкторов. А делать приходилось конкретные вещи, которые потом родили, в частности, реактивные минометы, ракетопланы, реактивную авиацию. И часто Советский Союз, который не был слишком богатой страной, какие-то потрясения он вынес, вынужден был отвечать на те вызовы, технические вызовы, которые появлялись со стороны крупнейших держав мировых, в частности, Соединенные Штаты, которые именно в течение 20-го века постепенно стали лидером, мировым лидером экономическим, политическим и так далее. И вот, отвечая на рывок американцев, приходилось нашим развивать ракетные отрасли. Война посодействовала еще к тому, что ядерное оружие стало, опять же, война усилила все эти процессы стремительно. Разработки ядерно-ношни пошли очень быстро. Американцы, как известно, атомную бомбу создали уже к концу войны. Наши изо всех сил гнались за ними, использовали в том числе и разведку, и смогли с небольшого отрыва тоже создать свою атомную бомбу. Ну, а потом, после войны, было же очевидно, что американцы превосходят Советский Союз, скажем, в авиации, и средства доставки у них бомб много. К тому же, эти аэродромы они могли распространить по всему миру, в Европе, в Турции. Советский Союз не мог ответить такой армадой самолетов, и атомных-то бомб было меньше. И вот тогда была поставлена задача перед нашими конструкторами создать ракетоноситель, тот ракетоноситель, который доставит ядерный заряд на территории Америки, чтобы, так сказать, дать им тоже угрозу создать для американцев. Это единственное, что могло их остановить. Поэтому после войны, конечно, было использовано все, что наработали немцы. Все наследство Вернера фон Брауна было основную часть забрали себе американцы. Что-то смогли получить и советская сторона, и первые ракеты, которые создавал Королев, были сделаны поликалом Вернера фон Брауна в 40-х годах. Потом, только уже в начале 50-х, начали делать уже собственные модели. И опять же, все это делалось не для того, чтобы начать летать к Марсу или осваивать Луну. Все для этих ракет назначение было военное. И вот есть такая неплохая книга Владимира Хозикова, которая называется «Ракетные боги Кремля». И здесь, к счастью, упоминается в наших землях Благонравов несколько раз. Дело в том, что Благонравов не был засекреченным ученым, и когда нужно было на Западе показать представителей, так сказать, разработчиков наших ракетных космических систем, то Благонравов иногда вот изображал представителя этой когорты ученых, поскольку Королев был абсолютно засекреченным, нельзя было ни называть, ни показывать. А Благонравов было можно. Вот он и изображал. И говорит, что лавры, в каком-то смысле, мировые, отчасти упали на него, а не на Королева, которого никто не знал до момента его смерти. И здесь, в книге рассказывается о том, как впервые среди ученых, разорабатывающих ракетные системы, мысль-то о космосе не исчезала, и как один из них попробовал обратиться с идеей, что нужно запускать спутник космический, что начать освоение космоса. Эта идея исходила от одного из выдающихся разработчиков космической техники Тихонрава. Тихонрава пошел как раз к генерал-лейтенанту Анатолию Благонравову, нашему земляку, который не сразу, но признал, что идея запустить спутник хороша, и дал ее одобрение. Хотя протолкнуть эту идею было нелегко, потому что руководящие лица, принимавшие это решение, считали, что запуск спутника это какая-то никчемная блажь. Вот. Вот рассказывается, когда в сентябре 1948 года Тихонрав предложил Королеву вместе заняться проектом спутника, ответ был резко отрицательный. Какие к черту спутники? Михаил возмутился Королеву. Сталин требует от меня каждый день дай, говорит, мне ракету, который бы долетел до Вашингтона. Ты понимаешь меня, Миша? И Королеву прикать было нельзя. Вот. Потому что действительно военная необходимость была главнее романтических мечтаний в стране, которая только что вышла с трудом из гигантской колоссальной войны. И победив в этой войне, в результате войны выковалась самая мощная армия мира, которая смогла победить. Но эта же армия мира была беспомощна перед атомной угрозой. И нужно было снова гнаться развивать вооружение, чтобы создать вот эту самую ракету-носитель. Причем, если внимательно, хотя в советское время это не педалировалось, но если внимательно читать советские публикации, даже смотреть фильмы, то эту тему участия военных и главной роли во всем этом была очевидна. Возьмем даже такой замечательный фильм, как Укращение огня. Там представители вооруженных сил ВПК прямо говорит, мне нужен ракета-носитель, а не твои мечтания о полете на Луну или на Марс. Но Королев был действительно выдающий человек, который, выполняя вот эти правительственные заказы, старался протолкнуть идею полета в космос. Причем, он делал это весьма умело, дипломатично, понимал, что выделение денег, огромных денег на эти полеты, которые не вносили никакого практического смысла, а руководящим лицам это было нелегко объяснить. он показывал, что вот американцы говорили, уже собираются скоро спутник запустить, так он писал Хрущеву. Неужели мы останемся в тени? Он давил на правильную струну, потому что если только таким образом можно было Хрущева сподвигнуть на финансирование запуска спутника, наверное, потому что Хрущев очень хорошо понимал, что такое пиар, что такое создать общественные мнения в свою пользу, и он на это согласился. И вот что интересно, и фантастика сделала свой в каком-то смысле рывок как раз в эпоху начала освоения космоса, после войны это началось. Разумеется, о ракетных разработках, которые происходили в недрах наших консульских бюро, не сообщалось открыто, это было все абсолютно засекречено. Но идея это витала в воздухе, а уж то, что произошел атомный взрыв в Японии, то есть скрыть было нельзя. И вот люди, думающие, понимали, что наступила какая-то новая эпоха, когда состязание будет длиться уже не на уровне танков и автоматов и пушек, а на гораздо более масштабном видах оружия. После войны постепенно начала разрушаться та самая фантастика ближнего прицела, как ее называли. Фантастика ближнего прицела описывала те изобретения, которые усовершенствования трактора, комбайны, какие-то корабли. Ну вот, космической темы они не касались. Например, Вушин пишет, занималось ли советское правительство усиленной пропагандой, скажем, космической темой на правительственном уровне? Да нельзя сказать, что занималось, потому что, если мы возьмем кинематограф, то за 30-летие, начиная с 20-х годов до начала 50-х, был снят всего один фильм, посвященный космонавтике, это космический рейс, который консультировал Константин Циолковский. То есть, фильмов, тогда как в Соединенных Штатах, уже там, к началу 50-х, снимало просто огромное количество фильмов, посвященных космонавтике. Но, тем не менее, время менялось, и люди, хотя бы, имеющие хоть какое-то представление о том, что происходило в науке и технике, они постоянно писали, вот, в журналах статьи о возможной космонавтике, пусть они были наивные, например, когда в эту тему включались люди, хоть немного связанные с реальной космонавтикой, они все равно не могли написать ничего о реальных разработках. Они должны были только фантазировать, предполагать, предполагать, но, как ли, тема существовала, она звучала, то есть, космическая тема звенела в массовом сознании. Вот, а тем временем, вот, уже вовсю строился Байконур, опять же, засекреченный, и уже появилась идея запустить спутник, и об этом было объявлено на правительственном уровне и Соединенные Штаты объявили, что скоро запустят спутник в середине 50-х годов. Ну, естественно, наши ответили, что не останутся в стране. Началась вот эта буквально космическая гонка, кто кого, которая не имела отношения, естественно, к науке, а имела отношение к политическому престижу, исключительно к политическому престижу. И эта гонка стоила, наверное, многих не только нервов, но и аварий, потому что гнали вперед-вперед скорее. Нужно было победить, нашим приходилось отказываться от многого, чтобы прорваться в космос. Тогда результат американского правила был от большой сытости, от огромных богатств, которые накопила эта экономика, которая от войн не только не страдала, а наоборот, только жрела. Вот. И поэтому, если мы полистаем журналы того времени, научно-популярные, знания сил, техника молодежи, юный техник, который начал как раз выходить в 50-х годах, то мы увидим многочисленные статьи, посвященные к будущему освоению космоса, Вселенной и полета на планеты. Эти журналы, подшивки этих журналов хранятся у нас в библиотеке, вот, в главном корпусе. Вот, например, журнал «Вокруг света». Здесь, это первый номер 1946 года, где был помечен рассказ Александра Казанцева. Вот, как раз ему было в основном 40 лет, посвященный загадке Тунгусского метеорита. Это одна из любимых была тем в его творчестве, о чем я намеряюсь поговорить потом более подробно. А вот здесь журнал «Знание сила». Тоже знаменитый комплект. Здесь был посвящен повесть «Звездные корабли» Ивана Антоновича Ефремова, который как раз пришел в фантастику, это выдающаяся фигура русской фантастики советской, пришел как раз в 40-х годах, вот, в годы войны. и его рассказы, они обыкновенно были посвящены в общем земным проблемам, но вот в звездных кораблях у него был уже прорыв в новую тематику. Здесь рассуждается о том, что, о возможности цивилизаций, других, в том числе гуманоидных во Вселенной, и возможности этого контакта с ними. Иван Ефремов был достаточно реалистичен. Он, например, понимал, считал, что вряд ли планеты Солнечной системы, мы можем там обнаружить какую-то высокоразвитую жизнь. Вернем, сказывалась в нем большая научная подготовка. Это 47-й год, еще 10 лет до запуска спутника, еще ничего не осваивается в Солнечной системе с помощью космических аппаратов. Что пишет Иван Ефремов? «В нашей планетной системе, кроме нашей Земли, только Марс и Венера подают некоторые надежды в смысле существования жизни. Но надежды слабые. На Венере слишком горячо, вращается она медленно, атмосфера густая без свободного дисворота. Вряд ли жизнь могла развиться на Венере. И совершенно исключено там отсутствие мыслейных существ с высокой культурой. Так же и Марс. И атмосфера слишком тонка, и разрезанного тепла там мало. Если жизнь существует, то в каких-нибудь бедных, угнетенных формах. Там нет буйной энергии развития жизни, которую на нашей Земле смогат выработать человека. О больших планетах я не говорю. Сатуми, Юпитер, Уанн, Лептун это страшные миры, холодные, темные, как нижние круги данного ада. Вот, надо сказать, что довольно рационально и разумно с точки зрения науки написал Иван Ефремов по поводу этого. Но, и хотя его повесть имела большой резонанс, его рассуждение о возможности гуманоидных цивилизаций, его мысли о том, что высокоразвитый разум, то есть представители высокоразвитых разум Вселенной будут похожи на людей антропологически. Она вызвала большую дискуссию, с этим спорили. Но вот эта мысль о том, что на Марсе, на Венере наверное, никакой жизни нету, она была фантастами не очень воспринята. Наоборот, это была эпоха, когда на Марс, в смысле инопланетян, очень сильно надели. Правда, к этому моменту насчет Луны уже сильно разочаралась. Первые, наверное, когда начиналась только в заре фантастического жанра, одна из первых попыток изобразить жизнь на других небесных телах была связана с Луной. Вспомним знаменитого Сиранода Бержерак, который написал об этом еще в 17 веке. Но, поскольку Луна была близкой, уже тогда появился телескоп в 17 веке, в себе он совершенствовался более мощный, и Луну можно было хорошо взглядеть и понять, что никакой высокорадвии цивилизации на Луне нет. Поэтому надежда на появление сиренитов довольно быстро улетучилась у писателей и уже в начале 20 века на нее уже сильно не рассчитывали. Например, в нашем журналах, кстати, в 20-х годах, когда фантастика бурно развелась разнообразно, довольно быстро переводили иногда зарубежные вещи, например, перевели Александра Филипса, который назывался «Конец Луны Магмира». Рассказ в 1929 году был написан, и там описывается, что жители Луны умирающей цивилизацией решили переселиться на Землю. Но это случилось в эпоху динозавров и высадка кончилась трагически, поскольку один тираннозар, всего один тираннозар, причем североамериканский, разумеется, потому что написал это американский автор. Именно тираннозар североамериканский делал и уничтожил весь этот десант селенитов, то есть жителей Луны. И на этом таким образом было гарантировано тому, что значит, это развитие будет оставиться за Землей, что свои собственные люди на планете появятся. Вот. Ну, и, конечно, наверное, фаворитом в середине века, в смысле планет, Солнечной системы, был Марс. На Марс надеялись больше всего. И до сих пор вспомните комического персонажа из знаменитой комедии «Карнавальная ночь», который попрошал, есть ли жизнь на Марсе. Всех нас интересует вопрос. Ситуация гротесная, но она тогда действительно интересовала людей, хотя он, наверное, не в новогоднюю ночь. И надо учесть, что комедия-то появилась в 1956 году, то есть накануне запуска спутника. И вопрос освоения космического пространства действительно тогда в прессе очень активно разрабатывался и в том числе фантастической литературы. В марсиан верили даже крупные авторитеты космонавтики начала век. Например, Фридрих Цандер это у нас в России или Вернер фон Браун тоже германский деятель космонавтики. Но у нас в этот момент, когда еще не было космических полетов, активно дискутировался вопрос есть ли жизнь на Марсе. И, например, были свои специалисты, такой видный ученый, как Гавриил Тихов стал конструировать марсианскую флору. Пытаясь выяснить, какая там может быть флора на Марсе. В 60-м году в журнале техника молодежи была дискуссия, в которой разные ученые, астрономы высказали разные точки зрения. Кто-то более смелый, кто-то менее смелый. Предполагали, что действительно на Марсе должна быть растительность. И тогда же обсуждался вопрос а не было ли спутник Марса Фобос искусственного изготовления, построенный или марсианами, или представителями других импульсов. То есть романтика ближних братьев по разуму в 50-х годах цвела пышным цветом. А вот по этому поводу Павел Калушанцев, совершенно замечательный человек в истории русского кинематографа и научно-популярного жанра, автор великолепных научно-популярных фильмов, фильмов экранизации знаменитой планеты Бурь, написавший блестящие совершенно книги по астрономии, по космонавтике для школьников, которые я читал в детстве. Вот он пишет в своей книге, которая называлась «Отзовитесь марсианами». «И так до сих пор люди не приняли с таинственной планетой никаких сигналов, не обнаружили на Земле нигде настоящих следов гостей из космоса». Книга вышла в 1968-м году. «Не нашли на Марсе ни одного точного доказательства существования марсиан». «Молчит загадочный Марс». «Молчит, что мы не можем разглядеть через скоб, придется представить ее мысленно. Мы мечтаем, фантазируем, сочиняем марсианский мир по своему разумению». И вот писатели включаются в это фантазию. И дальше он пишет о том, что Марс можно представлять как враждебным, можно представлять как дружескоп. он проводит прямолинейную аналогию, что в капиталистическом мире марсиан представляет плохо. Герберт Уэллс написал «На войну миров». «Злобных марсиан похожих на спрутов», потому что капитализм и волчья система, там все друг другу враги, поэтому и марсиан изобразил Герберт Уэллс врага. Это конечно очень упрощенный примитивный подход. Я не думаю, что сам Каушанцев так думал, но для младших школьников советских середины века такой подход был достаточно логичен. Он рассказывает об этой книжке о Герберт Уэллсе. А другая глава называется «Марсиане друзья». Здесь он приводит пример советской литературы Алексея Николаевича Толстого с его выдающимся знаменитым романом фантастическим «Аэлита». Вот подход что марсиане друзья. Хотя опять же у Толстого там марсиане тоже весьма разные. Там есть мрачные фигуры Тускуба и есть абсолютно положительный образ Аэлита. Тема которая возникла в эти же годы наверное в 40-е 50-е годы и очень стала буйно развиваться в отечественной фантастике это тема не просто контакта с разумом а это тема палеоконтакта или палеовизита. Что такое палеоконтакт и чем он отличается от обычного контакта? Это контакт с инопланетной цивилизацией с представителями в космосе на земле или за пределами земли на других планетах который прошел не сейчас и в нашем 20-ом скажем веке 21-ом или не в ближнем будущем или не в будущем там 30-ом веке а тот контакт который прошел много лет назад много столетий тысячелетий иногда назад то есть в ту эпоху когда люди ни в коем случае не были не могли осваивать космос когда они находились на более примитивных уровнях развития и когда конечно же пришельцы были более высокоразвитыми и выступали по отношению к землянам либо так сказать просветителями либо жестокими завивателями поработителями но в этом вот в этой направлении фантастика вплотную сливается с жанром историческим жанром хотя скорее лже историческим потому что речь идет о очень отдаленных временах где часто нет точных фактов где простор для фантазии цветет по полной естественно что не все фантасты верили в этот поле контакт который они писали часто это был художественный прием ну например книга написанная Эдной Громовой и Виктором Комаровым по следам неведомым называется вообще Виктор Комаров характерно он был не только фантаст на этом как раз не очень известен как фантаст а он написал очень популярные книги посвященные кормосвоению космоса вот одна из них путь в космос открыт как раз вышла в 1961 году когда полетел Гагарин и он же впоследствии очень много занимался пропагандой научного атеизма вот по следам неведомого книга вышла в 1959 году то есть между запуском спутника и полетом Гагарина здесь схема которая многократно повторяется с разными вариантами в различной фантастической литературе где-то в Непале в горах Тибета находит место где остались следы приземления пришельцев вот причем это случилось в 16 веке остался следы радиоактивного заражения люди которые попадали туда умирают в страшных мучениях потом находят некоторые артефакты следы инопланетян даже карту по которой можно выяснить где приземлялись инопланетные корабли и потом экспедиция едет в Южную Америку и там ищет тоже следы приземления инопланетян это марсиане потом они находят следы вот этих марсиан уже и в Южной Америке здесь есть дискуссия которая разворачивается между очень симпатичным астрономом который сторонник прилета марсиан и скептиком который нарисован очень не симпатичным и он хочет ему сказать ну позвольте же все это рассуждение о том что на Марсе существуют какие-то цивилизации это же все чепуха и этот оппонент показан очень не симпатичным тогда как естественно автор полностью на стороне вот астроном который верит в этих марсиан который нарисован очень положительным хорошим активным умным человеком к сожалению история повернулась в сторону вот этого неприятного типа вот и вот среди этих романов посвященных контактам именно с марсианами ну вот опять же хочет упомнить Павла Клушанцева в книге «Отзависися марсиане» которая является мощно популярной для подростков он завершает ее главой который гипотетически показывает дневник будущих космонавтов то есть в тот момент когда книга выходила то есть все в общем жили в ожидании что непременно скоро будет высадка на Луну и скоро конечно же полетим на Марс обязательно вот и это оно построено в качестве дневника и там одна из последних записей в этом космическом дневнике астронавтов космонавтов наших советских попавших туда описывается встреча с неким таинственным существом больше похожим на уравья что это было марсианин и что но Клушанцев очень тонко умно показывает что не дает никаких четких ответов он как бы эту марсианскую сюжет дает неопределенно и завершая книгу пишет что на Марс вы уважаемые читатели когда-нибудь полетите обязательно кто-нибудь из вас полетит на этот Марс сейчас в 68-м году вам по 9-10 лет но впереди вас ждет увлекательное туда путешествие что такое зеленая волна что такое каналы марсианские что такое там моря что такое вообще Марс и тогда мы сравним мой фантастический дневник с тем что вы там увидите счастливы вам пути будущие исследователи Марса так оптимистически заканчивалась эта книжка очень хорошая но дело в том что как раз в этот момент в 60-м году так сказать господство марсиан в фантастической литературе испытывало закат вот уже было скептики уже чувствовали что никаких марсиан наверное там нету и что пора переключить внимание на что-то более отдаленное потому что 14 июля 1965 года конгрессные аппараты отправляли и Советский Союз отправил к Марсу аппараты и американцы но большего успеха добились американцы потому что в 1965 году их аппарат Марин Р-4 пролетел довольно близко относительно близко от Марса сделал снимки никаких каналов там не оказалось атмосфера была углекислая непригодная для того чтобы там существовали скажем какие-то гуманоиды в 1969 году аппараты Марин Р-6 и 7 снова пролетели и дали снимки на Землю Марс предстал мертвой холодной планетой вот и произошел закат вот этой иллюзии о марсианах надежда что там будут гуманоиды высокоразвитые даже там спрятавшиеся где-то в подземелье угасли Марс перестал быть объектом разработки среди фантастов ну вот в эти же годы писали романы посвященные скажем жителям Венеры неоднократно вот ну и Венера постепенно выходила из моды чем сильнее развивалась космонавтика не пилотируемая я еще идет об автоматических станциях тем не менее станции достигли и Венеры вот и Марса и достаточно особенно было видно что надежда на то что там существуют какие-то похожие потому что встретить моллюсков это не так интересно встретить людей а вот на людей рассчитывать уже наверное не приходилось это было понятно а тут вообще можно сказать что с середины 50-х до конца 60-х это был такой особый период который у нас но отчасти его можно называть часто отипели то есть период после смерти Сталина эпоха правления Хрущева или ранее эпоха когда у руля находился Леонид Ильич Брежнев который кстати как пишет Антон Перуш он был один из немногих правителей которые на самом деле болели за космическую возраст очень ее интересовались по крайней мере в начале вот но и вот эта была эпоха космической романтики когда люди впервые вырвавшись в космическое пространство и казалось что вот этот штурм космоса это завоевание пространства пойдет просто семимильными шагами поэтому эти запуски они только стимулировали развитие фантастических резервов и стали выходить романы о том как скоро уже ну в конце века люди вовсю будут осваивать солнечную систему и вот мы возьмем если хронологию романов того времени то скажем у братьев Стругацких начало 21 века это уже солнечная система фактически говорят же это 91 год 1991 год это высадка на Венере они не были очень торопливы но тем не менее вот считали что это было бы вполне возможно хотя дальше их оптимизм конечно сильно уменьшался да и они стали уходить от космической фантастики с которой в общем начинали их первый роман как раз вот в эту эпоху и вышел Страна багровых туч посвященный высадке на Минере и в том Борис Стругацкий не однажды говорил что он эту книгу очень не любит из-за ее примитивности и ранности но уж и даже не хотел ее включать в собрание сочинений но этот период романтизма не мог удлиться слишком долго он порой закончился к концу 60-х в каком-то смысле можно сказать почему ну случились трагические обстоятельства во-первых ушел Королев в 66-м году один из моторов вот этой космической программы который умело ее продвигал кроме военных заказов которые на него не отбыли он умел продвигать он верил что мы можем выселиться на Луне что мы полетим на Марс он ушел и многое стало уже не так хорошо организовано как было при нем погиб Гагарин в 68-м году тоже это была трагедия вот ну а в 69-м году американцы высадились на Луне то есть американцы опять же вот как наши гнали созданием атомной бомбы изо всех сил понимают что надо тут здесь вот американцы скипел престиж и они тоже добились высадки на Луну опять же в Бабахов грубо говоря гигантские средства чтобы только опередить СССР им это удалось что интересно после этого выяснилось что Луна им особо не нужна посетив ее несколько раз они забросили ее и больше на Луне не появлялись потому что никакой большой практической надзвести не было слишком гигантские были затраты это было только для престижа как многое вообще делать в космонавте именно для престижа писатель был такой который занимался разработкой космической тематики Геннадий Семенихин это было одно из первых глицетистических произведений о реальных космонавтов конечно там не назывались в общем сейчас это реальные обстоятельства например Королева нельзя было назвать он так и был главным конструктором потому что это два романа первый роман еще вышел при жизни Королева ну вот потому что в конце стоят даты 64-65 год Королев был еще вот второй роман был написан в 65-67 то есть вот до высадки американца нового и тут Семенихин описывая о реальном судьбу как бы реальных людей хотя и выдуманного героя но тут встречается имя Гагарина но тут других он пишет в предисловии что он надеется что вот тот описанный высадка на Луну то есть полет на Луну который плане он так себе его представляет конечно это будет на самом деле по-другому но это несомненно будет пишет Семенихин вот когда этот роман переиздавался уже позднее в 81-м году пришлось убрать это восторженное предисловие потому что оказалось что наши космонавты на Луну вообще не полетели и даже не облетели ее вокруг как бы эта задача ушла но вот по этому роману видно как в это верилось что мы там на Луне будем обязательно первыми как был первым спутником как был первым наш человек в космосе ну а после того как выяснилось что ни на Марсе ни на Венере скорее всего высокоразвитых цивилизаций не существует воображение фантастов обратилось к более отдаленным звездам как это и советовал Иван Ефремов причем это получилось не сразу опять же это появилось не так этапами нельзя сказать что в 50-е годы писали исключительно про Марсе нет уже в 50-е годы были люди которые предпочитали заглянуть далеко очень далеко вот скажем журналь Юный техник появилась такая в пяти номерах вещь под названием 300 миллионов лет спустя сценарий фильма который не был поставлен в 1956-1957 годах здесь описан полет на Венеру автоматической ракеты что на земле находят шар шар оставленный много-много миллионов лет назад то есть 300 миллионов лет назад некими инопланетянами которые прилетели сюда и оставила за себя весь в виде шара ну вот который можно там удалось его включить и увидеть видеозапись и увидеть доброго-доброго значит представителя иных цивилизаций которые тоже неизвестно из каких планет они прилетели на этот счет автор не стал ничего уточнять повесть несложно написана и полна просто оптимизма что это оптимизм гудящий вот из накануни «Злезы спустника» ну вот и фантастика действительно стала очень изобильной вот Анатолий Бритиков отмечает что если были годы когда фантастика была в загоне когда ее числили детской массовой литературой и к ней относились с презрением вдруг вот в эти годы после полета спутника значит фантастика хлынула просто гигантскими потоками и в центральных и республиканских издательствах к ней обращаются часто люди которые иногда и фантастика это в общем для них было случайно например Эдуарда Зорина стоит вспомнить это писатель которому в этом году исполняется 90 лет начинал свою жизнь в работу в Средней Азии в Джекистане и там он написал повесть посвященной вот она у меня находится на целе следы ведут в караташ собственно говоря это приключенческая повесть где многое завязано опять же на артефакт оставленный инопланетян вообще обратил внимание что часто это шар обязательно инопланетяне оставляют на земле какой-то шар в котором хранится какие-то знания либо записи для установления контакта вот и здесь в горах Средней Азии и Средней Азии находится этот шар в основном в основном действие не связано никак с космонавтикой но тем не менее в эпилоге об этом говорится впоследствии Эдуард Зорин переехал в город Владимир то есть сосед нашей области и прославился конечно историческими романами иногда появился уже и сарказм Глеб Голубер написавший повесть Огонь-Хранитель вовсю прямо иронизирует по поводу поисков вот этих следов пришельцев на земле соответственно эта идея найти следы пришельцев в пирамидах в каких-то других колоссальных сооружениях на земле она владела вывелось поток статей в том иронизирует но вот на этом поводу очень саркастически что считая все это ерундой никак научно не подтвержденной вот ну более добродушен Павел Калушанов он как-то написал все неясное для писателей фантастов вклад можно строить любые предположения нет еще ясности с Тунгусским метеоритом не было там конечно никакого марсианского корабля надо быть очень осторожным ребята чтобы в поисках марсианских следов не попасть в смешное положение принимая совершенно очевидные факты которые можно истолковать разным образом за обязательно следы марсиан вот он приводит пример как отпечаток болта приняли за следы марсиан просто в Сибири он завершает вот этот пассаж о том как посмеялись над этой ошибкой такими словами и все же не стоит из-за таких смешных случаев бросать поиски следов марсиан на земле только не нужно все загадки истории все непонятные объявлять такими следами но люди не перестают увлекаться эффектными теориями связанными с пришельцами и наверное никогда не оставят этого дела потому что в этом элемент игры развлечения от скучной жизни есть момент религиозной веры в каких-то великих научных существ на этом теме эксплуатируют ее такие энтузиасты древних астронавтов на земле как например Эрих фон Деникин или Тахарий Ситчин энтузиастом этой идеи был Александр Петрович Казанцев которого я очень с большим интересом читал в детстве но про Александра Петровича поговорим в следующий раз спасибо всем кто дослушал до конца до конца